Ну, пока что Дональд Трамп не готов обсуждать личные скандалы. Его больше беспокоит отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Солсборе. Об этом он планирует говорить с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Накануне она выдвинула ультиматум России. Что будет, если ответ не удовлетворит Лондон? И какая реакция других стран на этот конфликт, расскажет Светлана Чернецкая. Она в Лондоне. Впервые в истории Великобритании на ее территории применили оружие массового поражения. Нервно-паралитические вещества запрещены для производства и хранения конвенции о химическом оружии. Однако именно такой яд использовали для покушения на жизнь бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери. И главный вопрос британского правительства, каким образом яд из группы новичок, разработанный в СССР, попал на их землю. Мы попросили россиян проверить их запасы новичка и представить нам убедительное объяснение, каким образом стало возможно его использование на английских улицах. Если ответа не будет, британское правительство применит меры жесткие и соответственные. Серьезно обеспокоенный отравлением в НАТО, генсек-альянса Йенс Толтенберг заявил, что использование нервно-паралитических веществ ужасно и совершенно неприемлемо. Тем временем в Европе тоже выразили поддержку Великобритании. В Брюсселе пристально следят за ходом дела. А президент Франции в телефонном разговоре с премьером Мэй предложил помощь своих специалистов в расследовании отравления. Впрочем, и Европа, и мир пока весьма осторожны с обвинениями. Дожидаются окончательных результатов расследования. Со времени инцидента прошла всего неделя. Изучение доказательств и допросы свидетелей все еще продолжается. Мы очень обеспокоены ситуацией, в том числе находками, которыми обладает Великобритания. И, конечно, Великобритания может рассчитывать на солидарность ЕС в этом отношении. Между тем, в Москве сообщили, что не будут отвечать на ультиматум Лондона. Там требуют предоставления доступа к расследованию и, в частности, к доказательствам, найденным британскими следователями. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Украина готова помочь Великобритании в расследовании этого отравления. Об этом заявил глава украинского МИДа Павел Климкин. И в ближайшее время он планирует созвониться со своим британским коллегой Борисом Джонсоном.